Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте. На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня веду я, Михаил Горин. Мой собеседник – украинский политолог Вадим Карасев. Вадим, приветствую вас. Да, приветствую вас и всех зрителей Израиля. Спасибо. У нас много новостей, в том числе международных, касающихся напрямую Украины. Все они значимы. Безусловно, это выдача Международным уголовным судом ордера на задержание президента России и уполномоченной по делам ребенка России. И к этой теме мы еще вернемся. Но начать я хочу все же с такого события, как визит в Москву президента, председателя КНР и его встречи с Владимиром Путиным. Мы с вами говорили в других программах, когда этот визит только ожидался, что многое будет зависеть от того, как он пройдет, с какими результатами он закончится. И по его завершению можно будет делать какие-то прогнозы на будущее. Эти оправдания ожидались? Ну, почти, я думаю, ожидались, потому что визит нерядовой. Я бы не преувеличивал и сейчас не использовал бы разного рода эпитеты. Но, тем не менее, конечно, это визит знаковый, нерядовой. И, думаю, конечно, он несколько изменит ситуацию в мире и в какой-то степени будет влиять и на дальнейшее развитие событий в Украине, вокруг Украины, в войне в Украине. Простите, я вас переведу. Можно ли считать, что визит в Москву, председателя Китая, что-то означает в той войне, которая происходит в Украине? Что Китай стал на сторону России? Или Китай приехал туда как вторая сила в мире, кроме американской, для попыток какого-то поиска, какого-то диалога? Что это вообще означает для этой войны? Ну, Китай стал на сторону России не полностью, ну, скажем так, одной ногой. Но это не значит, что он выступает против Украины. Потому что с точки зрения России, Россия ведет войну не против Украины, а против Запада, и который Запад влияет на Украину, и так далее, и так далее. Поэтому с точки зрения вот этой словесной эквилибристики, или формальной точки зрения, это не означает, что если Китай поддерживает Россию по разным направлениям, так, если Китай озвучил свой мирный план, то это он против Украины, с точки зрения России. Против Запада, да. Потому что здесь Китай выступает перпендикулярно против Запада, как миротворец, в то время как Запад, и прежде всего, в Соединенные Штаты Америки выступили против мирного плана по Украине, и выступают за то, чтобы было успешное контрнаступление Украины. Стало быть, они выступают за продолжение военных действий, боевых действий на территории Украины. Вот какая здесь ситуация получается. Как вы ожидаете, будет ли Китай поставлять оружие России? Смотря какое. Не обязательно это оружие. Вот в таком, как бы, ну, наступательном, штурмовом виде. Это могут быть беспилотники через Белоруссию. Это раз. Во-вторых, это могут быть полупроводники тоже через Белоруссию. Это два. Но не случайно же Лукашенко был несколько недель назад в Китае. А Белоруссия, ну, союзник России. И, кстати, я говорю об этом, в смысле у меня руки развязаны. И третье. Главная-то задача. И главное, в чем сегодня преимущество Украины и западной коалиции на поле боя перед Россией, это спутниковая группировка, это спутниковая разведка. А вот здесь могут быть подвижки для того, чтобы объединить усилия военно-космических сил и спутниковую группировку Китая, и Российской Федерации, для того, чтобы выровнять ситуацию с точки зрения спутниковой разведки для более успешных, скажем так, действий на поле боя. Так что, если говорить об этой военно-прикладной части, то, я думаю, вот этим оно и ограничится. Потому что Китай не прост в своей дипломатии, в своей политике, да, и нарываться на более сильные санкции со стороны Запада в адрес Китая не собирается. А во-вторых, главное же Китаю сохранить образ миротворца, дипломатического, скажем так, честного брокера или маклера, который думает о том, чтобы принести мир и гармонию в мир, просите вот за таптологию, а не разжигать новые конфликты. В чем, кстати говоря, вот сегодняшняя Global Times, ну, китайская газета, одна из самых популярных газет, обвинила Запад. Вот в чем главное. Ну, и, конечно же, для Китая очень важно действовать аккуратно по отношению к Европе, чтобы не подставляться для той же Франции, особенно Германии, у которых с Китаем достаточно серьезный товарооборот. С Европейским Союзом у Китая серьезный товарооборот, это примерно 800 миллиардов долларов ежегодный, и Америка давит сейчас на континентальную Европу с тем, чтобы разрыв связей с Китаем был более глубоким, был, скажем так, не растягивался по времени, а Европа подключалась бы к новой холодной войне с Китаем примерно так, как она это делает против России в связи с войной в Украине. Ко второй новости, которую я уже анонсировал, я попрошу вас ее прокомментировать. Это решение МУС Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на задержание президента России. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, тут мнение комментаторов, юристов, политологов, всех международников, по этому поводу много их, и они разделились, их условно можно в две группы рассортировать. Одна группа считает, что это чисто символическое решение, и никакой практической роли оно не играет. Другая группа считает, что оно играет очень важную роль, поскольку это главное, что оно подает сигнал, что окружению Путина, что оно, вот это вот самое окружение, в опасности. У вас есть какая-то своя точка зрения по этому поводу? Ну, я бы так сказал, что любое символическое решение в области политики имеет свои прикладные последствия. Любое. Так, чистой символики нет. Но в данном случае оно может играть политико-прикладное значение не в том направлении, в котором комментирует та группа людей, или группа политологов, юристов, на которых вы сослались. Прикладное политическое значение этого решения заключается в словах товарища Си Цзиньпина, который фактически анонсировал или объявил об участии Путина в президентской кампании, в президентских выборах 2004 года. Это раз. Во-вторых, де-факто признал заранее легитимность Путина как президента. Это два. И в-третьих, ну, среднее соглашение Китая и Российской Федерации, вот, которое сегодня будет озвучено, мы еще записываемся не вечером, так, вот, оно вот через несколько часов будет озвучено уже так, и в коммунике, и в пресс-подходе, и Си Цзиньпина, и Путина. Так, заключается в том, что это соглашение о стратегическом партнерстве и его углублении до 2030 года. Если Путин будет избираться в 2024 году, скорее всего, он будет избираться, с этими связана была его поездка в Крым, и в Мариуполь, и так далее, и понятно, с чем он собирается избираться, то это на 6 лет. Потому что президентский срок в России 6 лет, поэтому до 2030 года. Поэтому и Синьцепин не собирается только на 5 лет. Поэтому они друг другу нуждаются, и в этом смысле сигнал Синьцепина, что Путин никакой не изолант, скажем так, что он никакой не изоляции, что он остается рукопожатным. И, конечно же, на эти заявления Синьцепина, я думаю, они самые главные с политической точки зрения, не с политико-военной или там военно-политической, не с какой-то геомагической точки зрения, а вот чисто с такой прикладной política и геополитической точки зрения Это самые главные были заявления и месседжи Синдзепина. И, конечно, на эти вещи будут обращать внимание и другие лидеры так называемого незападного мира. На очереди будет встреча к странам в формате BRICS в Южноафриканской республике. Так, значит, Путин там планируется. Путин планировал, по крайней мере, быть на заседании Большой двадцатки в Нью-Дели. Где-то ближе к осени туда. Так что пока все выглядит это так. И более того, за этим визитом следил весь незападный мир. Незападный мир. И не случайно Соединенные Штаты Америки и вот то, что называется политический запад. Не хочу говорить коллективный запад, потому что это, скажем так, термин российской пропаганды и российского дискурса. А политический запад. Так, то, что и на западе используется такой термин. Вот не в восторге от этого визита и более того. Знаете, чувствуешь, что в какой-то степени и запад начинает, скажем так, ну в какой-то степени изолироваться. Так, или самоизолироваться от всего незападного мира. Не случайно вот скоро будет в Китае планируется большой визит президента Бразилии Лолы. Везет туда двести бизнесменов, кстати говоря, для того, чтобы новые контракты с Китаем. У Китая и у России совместные проекты по Африке, по освоению Африки. У России свои заделы с точки зрения влияния на некоторых лидеров через там ЧВК, тот же Вагнер, Центральной Африканской Республики, Конго, Киншаса и других. Так, у Китая там вложения большие инвестиционные. Поэтому, видите, наверное, все-таки этот визит кому-то не понравится, мои слова. Кому-то, может быть, слишком понравится. Я не хочу, чтобы они кому-то нравились или не нравились. Но вот этот визит – это какое-то свидетельство заката западноцентричного мира в том виде, в котором он влиял на весь мир. И, конечно же, несмотря на то, что не все так просто, есть Индия, есть Вьетнам, есть Филиппины, есть Южная Корея, Япония. И ставка Соединенных Штатов Америки на эти страны в китайском сдерживании достаточно высокий. Тем не менее, вот Африка и Латинская Америка, они, скажем так, с таким напряженным вниманием следят за этим визитом, за тем, что сказано. Было сказано и будет сказано и с Индзепином и Путиным, что подписано, что не подписано, о чем договорились, ни о чем договорились. Договорились потому, что больше того времени или той эпохи, когда Запад, безусловно, доминировал, наверное, уже не будет. Я не говорю, что это не будет влияние Запада, но, конечно же, будет. Доллар сохраняет свои позиции. И, чтобы там не говорили о многополярности, сохраняется еще монополярность долларовая. Так, хотя и подвижки в сторону дедолларизации, они тоже есть. Не буду сейчас останавливаться на этом подробно. Но, тем не менее, факт есть факт. Не случайно, что этот визит в 20-летие операции «Иракская свобода» и военной операции «Шок и трепет». Когда, собственно, и начался, скажем так, в какой-то степени откат Запада от того пика могущества и однополярного мира, однополярного момента, который с 1989 и 1991 годов с Берлинской стены и распада Советского Союза. Но вот сейчас вот эта эпоха однополярного момента, наверное, все-таки подходит к концу. И, конечно же, все только начинается. Вот все только начинается. Новая игра и новое соотношение сил сейчас придут в движение. Скажите, пожалуйста, вот в рамках того, что вы сейчас все рассказали, как это отразится на конкретной сегодняшней ситуации с Украиной? Это ей осложняет ее ситуацию, укрепляет ее ситуацию, никак не влияет, может быть, на ваш взгляд? Ну, никак влиять оно не может, потому что для демократов это катастрофа. Сближение и в какой-то степени соединение, как песочные часы Китая и России, Российской Федерации, как песочные часы, сообщающиеся, так, песок. Вот это, конечно, катастрофа для демократов. Это такой своеобразный анти-Киссинджер, анти-Никсон и анти-Киссинджер, которые сделали ставку на втягивание Китая в американо-центричный мир в начале 70-х годов, что, собственно, и привело к тому, что усилились разногласия и противоречия, даже были военные действия между Китаем и Советским Союзом, что, собственно, и привело к тому, что Советский Союз, ну, не только поэтому, но и рухнул. А фактически сегодня Китай открыл второй фронт. Будет ли этот фронт настолько сильной поддержкой России? Это еще, скажем так, вопрос. Как и вопрос, пока повисают в воздухе, будет ли это коалиционная война? Потому что война сейчас идет, коалиция Запада, Рамштайна против России. Да, помощь там есть Ирана, Китая, но это еще не полновесно коалиционная война с точки зрения России. Россия ведет войну в одиночку. А вот если Китай и Иран включатся, ну, скажем так, более включатся в поддержку России, тогда война приобретает коалиционный характер. Это потому что, с одной стороны, коалиция не ключевых, ну, по крайней мере, ключевых незападных стран или отдельных и важных незападных стран, а с другой стороны, западная коалиция. Вот это первый вопрос. Посмотрим по результатам бумажным документам и по практическим делам. Но, в любом случае, американцы, демократическая партия и байденовская администрация будут находиться под сильнейшей критикой республиканцев, что они допустили сближение России и Китая, более того, де-факто их военно-технический и политико-экономический союз. Понятно, что это ставит перспективы переизбрания Байдена и вообще второго срока гемпартии и кланов, так сказать, Клинтонов, Обамы и Байденов на переизбрание на второй срок под вопрос. Это первое. И второе. Как будут действовать сейчас демократы? Ну, наверное, сейчас постараются все-таки вложиться по полной для того, чтобы обеспечить Украине успешное контрнаступление. А вот по результатам этого успешного контрнаступления, смотря какие это будут результаты, сейчас не будем загадывать, тогда уже и начнется, мне кажется, все-таки снижение эскалации, потому что, как вчера я смотрел информацию, президент Чехословакии Павел, да и не только другие, Павел это бывший генерал НАТО и так далее, сказали, что на второе такое контрнаступление у Запада не хватает, на Украине, так, не хватает у Запада ни, скажем так, духа, ни ресурсов. Так что сейчас, конечно же, демократы и администрация Байдена будут критиковать вот эту сделку, и важно, какой она там будет реальной, так, и в прикладном отношении между Россией и Китаем. будут, конечно, против мирного плана, непонятно почему, но попытаются все-таки, не выходя за рамки дозволенного за красные линии, связанные с Ф-16, ну, сделать все, чтобы более-менее обеспечить успешное контрнаступление Украины. Но дальше, по-моему, на этом и закончится, на этом и все. А дальше уже, наверное, будут вступать в игру уже дипломатические силы, потому что начнется избирательная кампания в том же США, и республиканцы отыграются по полной. Вот они уже тогда, знаете, как там, отольются кошки, мышкины слезы, или как там говорится, в таких случаях. Так сделают все, чтобы похоронить все возможные перспективы Байдена на переизбрание на второй срок на президентских выборах в США. Последний вопрос в рамках этой темы, которую мы затронули. Есть ли предположить такой гипотетический вариант, что Запад решит не обострять ситуацию и не будет битвы двух слонов, а захотят все-таки каким-то образом договориться с Китаем? Возможно ли, на ваш взгляд, такая ситуация? Или же это будет жесткое противостояние? А если все-таки первый вариант договориться, то не получится ли, что это будет за счет Украины? Договориться нет, республиканцы на это не пойдут, потому что действительно, да, и демократы тоже считают, что Китай – это более серьезная угроза, и главное, что это угроза технологическая, военно-технологическая, а не просто военная, боевая и так далее. Во-вторых, ставка Тихий океан. Тихий океан и Юго-Восточная Азия. Это союзники США. Тайвань, Южная Корея, Филиппины. Почему? Если Китай начнет там доминировать, то все военные, союзнические, военно-политические обязательства США обнуляются. А значит, обнуляется сама, скажем так, сами Соединенные Штаты Америки, как гемон, как союзник, который, как государство-покровитель многих стран, не только в Европе, но, прежде всего, в Юго-Восточной Азии. Это два. В-третьих, конечно же, это не будут сразу жесткие какие-то выводы, вызовы, заявления. Хотя, может быть, риторика станет, конечно же, жестче. Но направления дипломатических или военно-дипломатического удара США, конечно же, будут направлены на Тихоокеанский регион, на укрепление военного, укрепление Японии, Южной Кореи и тому подобное. Значит, и Китай тогда нуждается в своих союзниках, в той же России. Куда ему деваться? Стало быть, тоже будет обостряться ситуация и на Восточной Европе, потому что Россия нацелилась на Восточную Европу, Украина, да, и тоже будет обостряться, тоже и Белоруссия и так далее. Ну, в общем, новая холодная война, несмотря на такую вроде бы примирительную в восточном стиле, такую, скажем, завитушную риторику. Китайской дипломатии пусть не вводит в заблуждение. Вот может быть сегодня, да, борьба или схватка за новый миропорядок, вот она получила новое дыхание. Уже не просто на уровне дипломатической риторики, там, многополярность, противоднополярности, там, западное доминирование и так далее. А вот она получила новое, скажем так, политико-дипломатическое и военно-дипломатическое дыхание. Это не значит новое дипломатическое, военно-дипломатическое дыхание. Это не значит, что там, скажем так, новая война, холодная война в разгаре или боевые действия. Это говорит о том, что это будет схватка. Причем, понимаете, что еще Америку и Китай, и Россию и Китай может разделять? Это же идеология, потому что всех, вот западная пресса обвиняет, что встретились два автократа, две автократические системы, а против них выступают демократические системы. Это, конечно, можно спорить, это очень всеусловно, но идеологические нарративы будут играть свою роль, как можно мириться демократии с автократиями. Так что на очереди и расследование о бестоках ковида, ну и так далее, и так далее. В общем, все только начинается. Вадим, спасибо, что были с нами. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Карасев. До свидания. Спасибо, Михаил.